В 2017 году в дежурные части Одинцовского управления полиции поступило более 85 тысяч заявлений, сообщений о преступлениях и правонарушениях. На 11,5% больше, чем годом ранее. При этом всего на территории района было зарегистрировано 4694 преступления. Это на 8% меньше, чем в 2016. Принимаем мерами профилактического характера. Мы добились с вами снижения общего количества зарегистрированных тяжких, особо тяжких преступлений на 9,4%. В том числе общую уголовную направленность на 17,5%. В общем, мы добились с вами снижения таких видов преступлений, как убийство на 41,1%, изнасилование на 26,7%, грабежей на 36%, разбоев на 30%, угонов транспортных средств на 11%, общего количества краш на 17,4%, в том числе краша в транспортных средств на 30%, краш из квартиры на 6,8%. За этими серьезными положительными цифрами стоит большая работа. В районе стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними и лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилась рецидивная преступность. Но, конечно, количественное снижение коснулось не всех видов правонарушений. Например, на 8% выросло число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков. Всего на территории обслуживания управления, в том числе с коллегами из МВД и Главного управления по Московской области, из незаконного оборота изъято 121,960 кг наркотических птиотропных веществ. Из них почти что 6 кг героина, 111 кг гашиша, 1,5 кг каннабиса, 2,5 кг афетамина и 300 кг спайса. Всего к уголовной ответственности в 2017 году привлечено 2113 преступников. Это самый высокий в области показатель. Но уже привычно в высоком уровне сработал отдел по борьбе с экономическими преступлениями. В противодействии уличной преступности отличились сотрудники патрульно-постовой службы. Хорошие показатели у Одинцовского управления и в противодействии нелегальной миграции. Здесь выявлено 395 преступлений, на 150 больше, чем в 2016 году. Лучшие за 5 лет результаты показал отдел ГИБДД. От имени главы района Андрея Иванова полицейских поблагодарила руководитель районной администрации Татьяна Одинцова. Она подчеркнула, что взаимодействие муниципальной власти и правоохранительных органов находится на хорошем уровне. В 2018 году стоят супер, такие важные, основные задачи, это двойные выборы, как выборы президента Российской Федерации и губернатора Московской области. И, конечно же, массовое такое энергичное мероприятие, как чемпионат мира по футболу, которым сейчас сказал Алексей Васильевич. Это требует от нас с вами совместной, слаженной работы на всей территории Одинцовского района, во всех наших городских и сельских поселениях. В ходе совещания сотрудникам управления, показавшим лучшие результаты в служебной деятельности, были вручены грамоты и благодарственные письма. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.